Столько болельщиков в стадион не видел давно, стоит отдать должное. Своих болельщиков привез и Урал, потому атмосферная матча была что надо. И это несмотря на проливной дождь. Начало матча прошло в равной борьбе. Несмотря на статус соперника, Втехимик ни в чем ему не уступал. Пробить оборону Урала нижнекамцы пытались с навесов, и в одном из таких моментов сыграли очень опасно. Илья Трунин вовремя реагировал на выпады екатеринбуржцев. Постепенно инициативу уральцы перехватили. При середине первого тайма гости заметно добавили работы нашему голкиперу. И все-таки Нефтехимик пропустил. На последних минутах первого игрового отрезка Урал распечатал ворота Ильи Трунина. Получить гол в раздевалку я не входил в план Нефтехимика. 0-1 после первого тайма. Урал действовал первым номером. Нефтехимик перестроил игру и в попытках отыграться. Но на 52-й минуте удача все же лобнулась гостям. 2-0. Комфортное преимущество позволило гостям сбавить обороты. Нефтехимик стал действовать заметно активнее, прорываясь по флангам и используя дальние навесы. При этом про тылы наши забыли и гости этим воспользовались. На 60-й минуте Нефтехимик потерял мяч на своей половине поля и Урал организовал быструю атаку. 0-3. Разгромная разница в счете. Казалось, что пора опускать занавес. Но Нефтехимик с таким раскладом мириться не стал. И вскоре случился долгожданный гол Нижнекамцев. Бобырь распечатал ворота Урала. Команда воодушевилась, Нефтехимик прибавил в атаке. Опасные моменты наши стали создавать один за другим. Для гостей такой комбэк хозяев стал сюрпризом. Нефтехимик выигрывал подавляющее количество единоборств на втором этаже. В одном из таких моментов Морозов пробил вратаря Урала. В последние пять минут у Нефтехимика были отличные шансы забить в очередной раз. Но мяч предательски в сетку так и не попадал. Урал справился с возросшим давлением Нефтехимика и одержал победу. 2-3. Нефтехимик выходит из розыгрыша Кубка России. По результату 3-0 стало. Вроде игра под контролем. Можно взять мяч под контроль. Пропустили ненужный мяч. Вернули соперника. В игру дали забить второй и началась нервотрепка. Только мы виноваты. Но, конечно, здесь Нефтехимика. Он это почувствовал. Усилил давление. Поэтому в конце немножко так сами себе напряжение создали. Немножко осадок остался от простых голов, которые нам забили. Но в целом, я считаю, команда сыграла на уровне, на своем, которого пока недостаточно, чтобы отыгрывать команду Премьер-лиги. Доставили праздник людям. Привезли команду Премьер-лиги. Но, видимо, пока мы недостойны играть в более высоком уровне Кубка России. Будем дальше работать. Кирилл Давкаев, Евгений Лазаев. Новости НТР.